Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Года два назад мы рассказывали о интересном и достаточно уникальном для Самары и в том числе для России проекте детский епархиальный центр. Мы встречались с директором конкретного центра и всей сети детских епархиальных образовательных центров, рассказывали о структуре, о том, как взаимодействует этот центр с областью, с Министерством образования и так далее. Сейчас, ввиду начала учебного года, набираются новые люди, приглашаются новые учащиеся, и мы решили вновь встретиться с отцом Дионисием Левиным, директором детских епархиальных центров и конкретного центра на Безымянке, для того, чтобы поговорить о воспитательной среде. Ну, прежде чем, наверное, начать говорить о том, как формируется воспитательная среда и как она воздействует на ребенка, и как конкретную среду формирует детский епархиальный образовательный центр, наверное, надо за два года сказать, что изменилось, что нового, отец Дионисий. Здравствуйте, отец Сергий. Спасибо, что пригласили. Много что меняется. Два года – это хороший срок, и у нас некоторые программы рассчитаны сроком на два года. Те дети, которые поступили в наше учреждение, когда мы с вами встречались первый раз, в этом мае его окончили, окончили обучение по тем программам, на которые поступали, перешли на следующие объединения, записались в другие кружки. У нас в этом году открывается новый учебный филиал в городе Тольятти при храме царицы Тамары, и наши слушатели, кто смотрит нас и слушает в Тольятти, могут иметь это в виду. Там сейчас активно идет набор в кружки, в новые. Ну, может быть, точный адрес тогда сказать сразу? Нет? Не вспомните? Точно адрес не скажу. Это при храме царицы Тамары. В Тольятти это, наверное, главное событие этой осени, открытие нового учебного филиала. В Самаре и в области, поскольку у нас детский центр находится в большинстве населенных пунктов Самарской области, сейчас, как вы сказали, идет активный набор в кружки, в объединение. И здорово, что у нас появились за два года новые программы. Сейчас мы дорабатываем программу по футболу. У нас с прошлого года вообще впервые в нашей сети появилась футбольная команда. И в этом году мы также продолжаем туда набор. Это команда в Самаре у нас при детском центре Победа работает. Здорово, что с прошлого года мы включены в систему АСУ-РСО, уже официальной, на постоянной основе. То есть для того, чтобы записаться в наши кружки, если раньше для того, чтобы записаться в наши кружки объединений, нужно было обязательно прийти непосредственно в детский апархиальный центр при том или ином храме. Ну или как минимум зайти на сайт nfd.rf и воспользоваться там контактными телефонами. То есть сейчас нас можно найти в навигаторе дополнительного образования Самарской области. Мы туда включены и через систему АСУ-РСО все наши дети, все наши объединения, все наши учебные филиалы в этом навигаторе видны. И подать сертификат на обучение можно через навигатор, он доступен абсолютно всем родителям детей, которые вот озадачены поиском объединения дополнительного образования. Давайте еще разок уточним один момент, который сейчас особо, ну он всегда был в нашей стране, наверное, злободневным и актуальным. Сколько это стоит? Нисколько. Обучение в наших детских центрах абсолютно бесплатное. И, ну, наверное, это важно в современных условиях, тем более в период постпандемийных ограничений, когда большинство жителей нашего региона и региона, и нашей страны пережили определенные стеснения в финансовых средствах. Нисколько не стоит обучение в наших центрах, оно абсолютно бесплатное. И мы поэтому с большой радостью приглашаем, с большим удовольствием ждем новых воспитанников и новых учащихся. Ну и всегда люди же у нас недоверчивые, мы же северяне, у нас суровый нрав, и мы с таким не очень добродушным прищуром иногда смотрим на такие радужные картинки, которые рисуются. Да, бесплатное занятие, огромное количество кружков, записаться удобно и лично, и удаленно по интернету. Ну, должен же быть какой-то подвох. И часто приходится сталкиваться с таким, ну, стереотипом, мифом, что вы берете чем-то другим. Ну, то бишь, заставляете всех ходить строем, например, в храм, вот, принуждаете к насильственному причащению, вот, невозможно войти в спортзал, прежде чем не пройдет исповедь у батюшки. Вот так ли это? Насильственное причащение, вот это вот формулировка. Нет, нет, конечно, это не так, потому что задача детских и апархиальных образовательных центров, она состоит в другом. Мы говорим о более поверхностном знакомстве с православной верой, с православным вероучением. А если выразиться более корректно, то, наверное, культурологическом. То есть мы не занимаемся глубоким и тем более обязательным воцерковлением учащихся, но мы, безусловно, знакомим их с теми традициями, с теми нормами, которые существуют в православии. Собственно, с историей православия, с культурой православия. Это знакомство в обязательном порядке присутствует во всех наших центрах. Это действительно так. Но мы понимаем, что это знакомство, оно не обязывает ребенка исповедоваться, причащаться, менять свой образ жизни, если ему само это не захочется. Кроме того, мы всегда это подчеркиваем, что на занятия в наши кружки могут прийти дети любых вероисповеданий, независимо от их социального статуса или религиозной принадлежности. То есть на заднем дворе детского центра вы не перекрещиваете? Нет, мы никого ни в коем случае не перекрещиваем. И у нас были примеры, когда на занятия приходили к нам дети из семей исповедующих ислам или еще не определившихся с выбором религии. Безусловно, были случаи, когда в дальнейшем дети или их родители приводили в храм, или они сами принимали решение принять крещение. У нас были случаи, когда крестились дети в таком уже сознательном возрасте. И для нас, безусловно, это радость. Но мы должны понимать, что это был их самостоятельный свободный выбор. Но что это не цель. Ну да, это не цель, которому, может быть, поспособствовало то знакомство с православием, настоящим православием, которым они прикоснулись в детских центрах. Потому что ведь настоящее православие – это не свечки, записки и какие-то внешние атрибуты, важные, но не являющиеся главными. Настоящее православие – это знакомство с Христом, с любовью, которую несет христианская вера. И мы действительно в наших центрах стараемся создать среду, которая бы детям показала это настоящее православие. То есть, да, такую цель мы преследуем. Но какой-то обязаловки или уж тем более какого-то отбора по религиозному признаку у нас нет, никогда не было и не будет. Для Володи Большакова сегодня предоставилась долгожданная возможность прийти в его любимый образовательный центр. Вместе с мамой Татьяной они подают заявление на новый учебный год. Семье трое детей. На дополнительные занятия все приходят с удовольствием. Мы поем руссконародные песни и танжим чечетки и преседку. 1 сентября детский образовательный центр при Самарской епархии снова открывает свои двери после вынужденного перерыва из-за противоэпидемических мероприятий. И приглашает новых воспитанников. Для детей от 4 лет это не просто увлекательное путешествие в мир знаний и навыков, которые не преподает в школе. Здесь есть уникальная возможность получить дополнительную специальность, которая, как часто бывает, становится основной. Чаще всего никто не думает учиться на поэта или боксера. Все это обучение сверхшкольной программы. А педагоги умеют сделать, чтобы интересно было каждому. Здесь очень внимательно подходят к выбору персонала, учителей. В том плане, что они не только хорошие специалисты, но и видно, что они детей очень любят. Кроме того, основной принцип обучения – христианские заповеди, такие как «не укради, не убей, возлюби ближнего». Преподают здесь и библейскую историю. К слову, в отличие от современной России, в западных странах ее знают все. Сестры Кудряшовы, Мария и Варвара ходят в центр уже не первый год. Я сюда хожу пять лет, четыре года из них я занимаюсь хором, также хожу на вокал и на фотодело. Еще я закончила воскресную школу. И вот, допустим, в школе нет воскресной школы, а здесь она есть. И это очень хорошо, потому что мы узнаем в школе обычную историю, здесь историю створения мира и так далее. Я хожу на хор. Я сначала ходила в младшую группу, а теперь хожу в среднюю. Еще хожу на танцы. Более 18 тысяч детей и подростков посещают детский пархиальный образовательный центр. Но он может принять и больше. Это разветвленная сеть филиалов, которые открыты в каждом городе и районе Самарской области. Сейчас идет приемная кампания, принимают всех желающих. Возможности у центра большие. Здесь учат петь, танцевать, рисовать, заниматься рукоделием, спортом. Воспитанники выступают на больших сценах, ездят на конкурсы и соревнованиях в разные города. Завоевывают кубки и дипломы, участвуют в военно-патриотическом движении, выходят на туристические тропы. Даже если это не станет призванием всей жизни, неповторимые детские годы точно пройдут интересно. То, что дети поздравляют благодаря, что они там работают, надо еще большее количество открывать. Давайте предлагайте свои идеи, места, кто знает. И, слава богу, у нас на Самарской земле ведется. Это большая работа. В арсенале центра более 50 направлений работы. Преподают высококвалифицированные педагоги. Дополнительное образование – это такой условный термин, потому что для многих детей, которые начинают заниматься музыкой, танцами, спортом в детском возрасте, в дальнейшем это становится профессией и деятельностью всей их жизни. Всех, кто считает нужным дать своему ребенку дополнительные возможности самореализации и занять его интересным делом, ждут в центре, филиал которого расположен в каждом районе в шаговой доступности. Выбрать ближайший и узнать адрес и номер телефона можно на сайте, который указан на экране. Вот хорошо, что мы такую вводную часть сделали и уже прозвучало из ваших уст слово «среда». Среда, мы прекрасно понимаем, что воспитательный процесс – это не кнут пряник, это не система каких-то там наказаний, поощрений, когда мы ребенка за что-то хорошее ему даем сахарок, а за что-то плохое ставим в угол и лупим. Не это воспитывает наших детей. И уже, по-моему, в наших каких-то предыдущих передачах, встречах употреблялась старая добрая английская фраза, английская поговорка, что «не воспитывайте детей, все равно в конечном итоге они будут похожи на вас, воспитывайте себя». Вот в чем уникальность воспитательной среды в детском центре? Как вы, как директор, ее формируете? И вообще, в принципе, может быть, если немножко шире, то есть выйти за границы детского епархиального центра, потому что нас смотрят люди, ну, может быть, из других городов, тем более, что наш архив наших встреч выкладывается в YouTube-канале, могут смотреть вообще люди, скажем, даже не из Самарской области, не из Самарской епархии. А вопрос организации воспитательной среды стоит актуально и для всех абсолютно. То есть как создать, может быть, эту среду, воспитывающую в своей семье, так, чтобы ребенок, например, очень тонко чувствующий, любой ребенок, очень глубоко впитывающий, ну, как бы, воды, токи той среды, в которую он погружен, чтобы он впитывал, ну, например, православный уклад. Как он вообще формируется? Вот давайте последовательно об этих трех вещах и поговорим. Ну, создание среды – это очень сложный, многогранный, многоступенчатый процесс. И я скажу о нескольких таких основных моментах, которые, на наш взгляд, то есть моей и моей команды, с которой мы работаем, на него влияют. В первую очередь нужно сказать, что как директор я эту среду формирую не один, потому что в системе детских и апархиальных образовательных центров существует такая функциональная единица, как священник-куратор. И при каждом детском центре такой священник-куратор присутствует. Как правило, это или настоятель, или клирик того храма, при котором находится детский и апархиальный образовательный центр. И даже если детский центр располагается на базе школы, например, или другого общеобразовательного учреждения, то за ним закреплен храм, или, точнее сказать, он прикреплен к близлежащему храму, из которого священники также являются кураторами, окормляют этот центр. И вот эта вот единица, она является, ну, ключевой в формировании среды в конкретном детском и апархиальном центре, в учебном филиале. И здесь очень многое зависит от личности священника, ну, как, в принципе, и на приходе. И, значит, мы можем говорить про какие-то внешние вещи, да, как присутствие на мероприятиях, как участие в педсоветах, в родительских собраниях, в открытых уроках, классных часах. Например, когда я прихожу в тот центр, где непосредственно являюсь сам священником-куратором на безымянке, поскольку служу там в храме, то у меня, например, есть правило, я поднимаю... У меня кабинет на третьем этаже, а захожу я через стокольный. И вот я, проходя до своего кабинета, я захожу в каждый класс, в каждый зал, где идет занятие. Здороваюсь с детьми, они берут благословения, мы перебрасываемся какими-то фразами, обмениваемся мнениями, я немножко присутствую на их занятии. В итоге у меня время подъема с нижнего до верхнего этажа может занимать от 5 до 15-20 минут, когда я просто прохожу и со всеми здороваюсь. И это уже является процессом формирования среды, потому что ребята и родители, и педагоги видят священника, видят в облачении, участвуют в с ним разговоре, могут что-то спросить, мы можем о чем-то поговорить, особенно если есть тема, а с детьми тема есть всегда, это и праздники какие-то, какие-то события, поэтому это вот первый момент, фактор личности священника-куратора. Второй момент, это команда педагогов, которая помогает руководителю центра формировать тот же самый священник-куратор. Как правило, это люди все-таки, ну, если не воцерковленные, то верующие и исповедующие христианство, а значит, они вместе со священником помогают знакомить детей с миром православия. Помогают где-то от себя, что-то рассказывая, делясь опытом, обсуждая, опять же, какие-то вещи, а где-то следует тем базовым знаниям и базовой информацией, которая заложена в наши образовательные программы. Это третий ключевой фактор формирования среды. Каждая программа, по которой занимаются дети в детском епархиально-образовательном центре, содержит, как мы его называем, духовно-нравственный компонент. То есть на наших занятиях педагоги не только учат детей петь, танцевать, рисовать, заниматься спортом, играть в шахматы или футбол, но и знакомят их с миром православия. Не только внеучебных мероприятиях, как, например, экскурсия в храм, или концерт по случаю Рождества Христова, или калятки, или крестный ход, паломническая поездка, но и непосредственно на самих занятиях. В занятия включаются те или иные темы, которые грамотно расписаны по учебному году, по календарному тематическому плану, которые ненавязчиво знакомят детей, погружая их в эту среду. Ну и ко всему этому добавляется, собственно, фактор храма, фактор образовательного пространства, где в кабинетах висят иконы, где подобраны тона стен, ну то, что уже и больше в педагогику, да, мы сейчас уйдем. Вот. Где сформирован план мероприятий таким образом, который помогает, опять же, этому знакомству детей. То есть вот эти вот вещи, они являются ключевыми в формировании среды. А вот вопрос по поводу тогда уже более широкого, да, если бы мы просто поговорили о том, как она формируется в семье. То есть вот стены, коллектив, личность священника-куратора, все да, но мы же прекрасно понимаем, что, ну, например, детский епархиальный образовательный центр на Безымянке, это, может быть, не то же самое, что детский епархиальный образовательный центр, ну, где-нибудь там, я не стоял. Просто не хочу никого там как-то сравнивать или там обижать. Ну, где-то в какой-нибудь глубинке, например, где возможности отремонтировать стены нету, где квалифицированные педагоги отсутствуют, где харизматичный, может быть, священник отсутствует, который мог бы набирать каких-то педагогов, которые действительно бы работали в некой команде, в одном направлении смотрели. Тогда встает вопрос, вот если мы последовательно отметаем какие-то вот эти вот вещи, означает ли это, что в детском центре, ну, например, не будет этой самой среды? Или же это некая внешняя форма, которая лишь должна отображать какое-то содержание, тогда надо говорить о содержании? Ну, здесь это сложный вопрос, потому что насколько форма влияет на содержание или содержание на форму, это такая извечная тема, да, практически, может быть, философско-риторическая такая, да, то есть насколько вот это влияет друг на друга. Если убрать все, что вы сказали, сложно представить себе существование детского центра, потому что это что-то само в себе, да, получается. С другой стороны, мы понимаем, что, безусловно, конечно, процесс воспитания, он происходит не только в учреждении, он во многом происходит в семье, и именно семья закладывает какие-то базовые принципы. И когда мы разговариваем с родителями, я это всегда подчеркиваю, причем, ну, разговариваем не только с родителями, которые там на безымянку детей приводят, у нас есть практика проведения общефондовских родительских собраний, когда мы делаем их в прямом эфире, и абсолютно все желающие родители по области могут подключиться, задать свои вопросы, обменяться мнениями друг с другом или с нами, и что-то для себя почерпнуть. Так вот, когда мы в таких собраниях разговариваем, то мы говорим о том, что, безусловно, если ребенок приходит в детский центр и видит то, чего он не видит дома, то у ребенка возникает определенная раздвоенность. И это касается ведь не только детских центров, это касается и классической воскресной школы, это касается и светской школы. Если ребенку в светской школе говорят, что, например, курить это плохо, а дома он это видит, то ему, как минимум, нужно объяснять, почему так происходит. Иначе у него возникает вопрос, а кто прав? Там учитель, который в школе говорит, или папа, или мама, не дай бог, который дома, даже не выходя на балкон, например, в комнате курит. Возникает вопрос, то есть, как минимум, об этом с ребенком нужно разговаривать, чтобы объяснять ему, что здесь нет правых виноватых, есть страсти, есть пороки, есть сложности человеческого взросления и так далее. То же самое и здесь. Если мама утром говорит ребенку идти на занятия в воскресную школу, сама при этом остается дома, чтобы поспать или заняться домашними делами, не собираясь вместе с ребенком в храм, это вызывает, не может не вызывать вопросов у ребенка и многие другие вещи. То есть понятно, что база закладывается в семье. Мы лишь помощники, помощники детям, помощники родителям. И священники, и педагоги – это всегда помощники. Мы показываем какой-то вектор развития, мы говорим, как это можно. Мы готовы вместе поработать, вплоть до каких-то индивидуальных совершенно случаев, когда мы готовы с родителями рассмотреть какие-то индивидуальные вообще вопросы. У нас есть в фонде психологическая служба. Да, мы понимаем, что священник – это хорошо, священники во много могут помочь в сложных ситуациях, но и психологию нельзя отрицать. У нас есть хорошие партнерские отношения с самарскими православными психологами, с психологами из области, и мы эти отношения развиваем. То есть мы стараемся в том числе и индивидуально рассматривать каждую ситуацию в семье, помогая созданию этой среды. Поэтому да, отвечая на вопрос, без создания среды в семье, среда учреждения, ну, если не бессильно, то значительно меньше может сделать, значительно меньше дать пользы ребенку, его воспитанию, чем мы бы сделали это вместе. Мы всегда об этом говорим. Ну, если немножечко резюмировать именно этот момент, то есть правильно ли я понимаю, что есть ряд таких сущностных характеристик воспитателя, педагога, того человека, который, напомню, что педагог по-гречески вообще переводится как детоводитель, то есть это был раб, который отводил человека из дома, вел от дома до школы. То есть вот тот человек, который ведет по жизни, воспитатель, педагог и так далее, то есть к нему есть ряд, ну, как бы таких, ну, что ли, требований, хотя сложно сказать, да, что, например, с родителями что-то там требуем. Вот. Но если говорить о некоторых сущностных характеристиках, это открытость, это способность слышать и слушать. Ну, если мы берем ваш опыт 15-минутного поднимания от цоколя до третьего этажа, да, то есть это открытость, это открытость к диалогу, это личный пример в том числе, да, то есть когда мы не транслируем ребенку некую раздвоенность между собственными словами и собственным делом, то есть они не расходятся у него на глазах. Это определенная замотивированность, заинтересованность самого воспитателя в ребенке, то есть это когда, собственно, жадно учится не только учащийся, но и педагог, воспитатель, родитель, смотрящий на ту жизнь, которая разворачивается, как разворачивается там бутон цветка у него на глазах. Ну, вот я немножко вкраплюсь, вот для меня лично, может быть, я сейчас скажу немножко о личном, но для меня лично это очень важно. Вот этот вот процесс, когда не просто ребенок учится и педагог его учит, но когда в этом процессе участвует и семья, и сам педагог что-то для себя берет, и семья участвует в образовательном процессе, вот этот вот процесс даже, может быть, какого-то семейного воспитания. А как вы инкорпорируете, кстати говоря, семью в процессы воспитания? Ну вот начиная от элементарных общих родительских собраний, когда я просто действительно требую, настаиваю, это одно из правил, чтобы на родительских собраниях присутствовали хотя бы по одному члену от семьи, то есть желательно, чтобы это были не бабушки и дедушки, а мама или папа. Собеседований, когда я лично принимаю на собеседование ребенка с родителями. У меня порой родители недоумевают, мы пришли, ребенка просто на танцы отдать, о каком собеседовании вообще может идти речь, что-то глупость такого нет нигде, ни в светском образовании, ни в церковном. Зачем это нужно? Да еще и с ребенком, и почему не может прийти бабушка? Я говорю, нет, мы должны поговорить с вами. То есть мы садимся и индивидуально разговариваем с каждой семьей приходящей в Центр. Я это рекомендую абсолютно всем священникам. Очень многие священники идут по этому пути. Это большая трата времени, это дает огромные плоды именно для вот включения всей семьи в образовательный процесс. Ну и заканчивая какими-то семейными праздниками, причем не такими праздниками, когда просто мама с папой пришли на концерт, посмотреть, как их дочка там танцует или поет, а когда там мама с папой и с ребенком куда-то едут вместе с нами, или идут, например, на воскресную прогулку, или приходят все вместе на божественную литургию. То есть когда мы что-то делаем вместе. Вот мне кажется, это очень важно, когда педагог, ребенок и родитель что-то делают вместе. Буквально минута осталась до конца нашего сегодняшнего эфира. Ваша семья от того, насколько вы преданно служите большой семье детских и перхиальных центров, не страдает ли? Естественный вопрос может задать зритель. Когда батюшка столько времени уделяет... Я думаю, что моя семья только выигрывает, потому что матушка работает в одном из центров вместе со мной, руководит хором, дети занимаются в объединениях и посещают кружки вместе с другими детьми. Поэтому я думаю, что моя семья только выигрывает от этого. Ну и в конце нашей сегодняшней встречи давайте еще раз уточним адрес вашего детского центра, чтобы действительно те, кто нас сегодня услышал, кому вдруг это легло на сердце, и они захотели отдать ребенка на тот или иной кружок, смогли вас найти. Я скажу наш адрес в интернете, сайт nfdeuts.rf. На нем в разделе филиалы вы можете найти все адреса, все телефоны и адреса групп в социальной сети ВКонтакте каждого нашего учебного филиала. У каждого учебного филиала есть телефон, и есть группа в социальной сети ВКонтакте. Сайт в интернете nfdeuts.rf. Отец Дениси, ну спасибо огромное еще раз за то, что посетили нас. Спасибо, я думаю, от имени, в том числе телезрителей. Спасибо от тех родителей, которые сейчас, может быть, эту передачу смотрят, зная лично вас. Спасибо, имеется в виду, не за саму передачу, не за сам эфир, а за то, чем вы, собственно говоря, занимаетесь с их детьми, каким образом формируете их как личность и ту среду, которая их как личность взращивает, растит и помогает окрепнуть. Спасибо вам, дорогие друзья. Я еще раз напоминаю, сегодня в гостях у нас был директор всего фонда, некоммерческого фонда детский и пархиальный образовательный центр и директор конкретного детского центра на Безымянке, отец Денисий Левин. Приводите своих детей, еще раз уточним, занятия совершенно бесплатные, ничего детей сверхъестественного не требуется. Просвещайте своих детей, воспитывайте, формируйте свою домашнюю семейную среду, малую церковь и дай Бог всем нам здравия. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин